добрый вечер дорогие друзья с вами канал 1австралия и я александр петров одна из наших постоянных зрительниц спрашивает а после трех лет на 491 или 489 визе то есть региональная виза региональное спонсорство действительности дают перманентство или нет сразу хочу сказать что первое я не являюсь миграционным агентом но этот вопрос он оговорен на сайте но это еще не все когда вы общаетесь с департаментом миграции вы никогда не можете быть застрахованы от того что государство не поменяет свою позицию в данном случае это маловероятно проблема в том что есть на 489 4 91 визах но сейчас речь только 491 489 уже не те люди которые на ней сейчас находятся к этой девушке насколько я понимаю не относятся поэтому те которые поддаются сейчас во-первых треш-холд ну по-моему 53 900 вы должны бифу такса делать каждый год достаточно хорошая сумма денег и и тоже надо уметь набрать там есть условия которые как бы помогают вам это делать то есть к основной работе можно и дополнительный заработок хоть по интернету но все-таки опять-таки каждый полгода у вас проверка и если окажется что подозрительно вы часто бываете в других регионах то не забывайте об одной вещи хочется ее напомнить вам всем чтобы вы имели ее виду не только для этого типа виз дело в том что сейчас нас проверяют на ковид нашу локацию проверяет по сим-картам и по мобильным телефонам то есть если человек не живет в этом регионе в этом районе это проверяется легко и почти автоматически понятное дело что по делам каким делам делом работы работать вы тоже должны здесь же но если конечно фирма находится зарегистрирована например вот здесь в виндзоре и живете в виндзоре но по обязанностям долгу службы вы должны работать на на марубре значит вы должны ночевать в виндзоре ну подавляющее количество ночей и возвращаться на виндзор после того как отработаете марубре и плюс к тому же компания должна быть зарегистрирована здесь и у нее должен быть контракт она должна будет объяснить почему это ее работник работает на марубре и мобильный телефон вам не даст соврать более того сто процентов будут звонки на которые вам надо будет отвечать так что такой вот трюк что вы оставили мобильный ли он у вас там на какой-нибудь там транспортерной ленте туда-сюда двигается все это дело ребята не пройдет я не говорю о том что это делают сейчас я говорю о том что это будут делать в будущем может быть делают и сейчас я этого просто не знаю так что локация ваша где вы живете где вы работаете соблюдение денежных как бы вещей плюс тому же ну хорошо вы пробыли три года а что после сколько времени пройдет до того как вам дадут 491 визу и после того как вам удастся эти три года отбыть сколько вам времени придется ждать два месяца или полтора года а вы уверены что государство не поменяет своей точки зрения вы знаете я конечно привык верить в лучшее надеяться на лучшее готовлюсь я всегда худшему и баллы могут поменять и условия какие-то это расход может через год увеличить допустим до семидесяти тысяч а кто знает ведь идет инфляция всегда можно объяснить вы знаете покупательная способность населения там то есть у 5 10 прожиточный минимум в итоге надо быть очень осторожными все это не имеет никакого отношения к тем людям которые находятся за пределами австралии они не получат 491 визу до того момента как они сюда въедут и заслужат каким образом они заслужат но если да если сюда впустят предположим через пару лет человек а он отучится здесь пару лет 4 подастся на 491 визу год будет ждать 53 года на этой визе 8 год полгода дождать пиара 9 ребята вы смотрите на так далеко что кружится голова можно конечно верить но можно верить и в бога даже не знаю есть он или нет но так удобнее а дело в том что когда мы решаем в какие-то иммиграционные вопросы надо уповать на себя спасибо